Эти произведения никогда не экспонировались в одном зале. Последний раз они могли соседствовать разве что в мастерской художника. В Кронштадтской художественной школе представляют экспозицию работ великого мариниста Ивана Айвазовского. 35 полотен съехались из разных хранилищ. Картины предоставил Русский музей, Музей Петергофа и Центральный военно-морской музей. Для меня он самый главный и самый важный историк российского флота. Именно с него началась живописная история флота. Но большая часть полотен из частных собраний. Семь коллекционеров из Москвы и Петербурга предоставили малоизвестные работы мастера. После кораблекрушения, лунная ночь и пейзаж с мельницей. Коллекционеры вообще в нормальном случае собирают для того, чтобы вещь все-таки жила. Поэтому большая часть сразу и охотно откликнулась. Но место новая площадка, конечно. И поэтому, конечно, был некоторый интерес в плане того, где это все проводится. Кронштадт сыграл важную роль в судьбе Ивана Айвазовского. Именно отсюда он отправился в морской поход с Балтийским флотом. В путешествии Айвазовский закрепил за собой статус выдающегося мариниста. На полотнах мастера есть и Кронштадт. Вот, например, форт император Александр I, известный также как Чумный. Кстати, самое масштабное полотно выставки тоже из частного собрания. Это закат на море с отдыхающими. Айвазовский написал его в 1869 году. Размер полотна почти полтора на два метра. Выставка шедевров мариниста – одно из стартовых мероприятий. Туристка рекреационного кластера. Кронштадт – остров Фортов. Проект реновации морского города представляли в этом году на Петербургском международном экономическом форуме. Кронштадт станет у нас столицей Петербурга, таким ярким звеном туристика рекреационного кластера. То есть это позволит, конечно, облагородить, привлечь большее количество туристов сюда. За всю жизнь Айвазовский создал больше 6000 полотен. Искусствоведы разводят руками. Собрать их воедино, увы, никогда не получится. А шедевры, представленные в Кронштадте, можно увидеть до 1 сентября. Татьяна Баженова, Игорь Уставщиков и Яна Юзина. Это телеканал Санкт-Петербург.